Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Лилия Донскова. Сегодня у нас с вами будет глобальный обзор третьего каталога компании Арифлейм. И мы не просто будем листать красивые странички, а я вам покажу продукцию. То, что я сама, тем, что я сама пользуюсь, то, что у меня есть дома. Покажу вам это все близко, расскажу, что, зачем, какое качество. Мы все попробуем, все, что можно попробовать. И я вам дам рекомендации. Особенно это видео будет, конечно, полезно для новичков, которые только-только первый раз взяли в руки каталог. И, конечно же, есть куча вопросов, куча сомнений. А подойдет ли мне? А что брать? А что не надо брать? Поэтому мы сейчас все это подробненько с вами рассмотрим. Итак, начинаем. Каталог номер 3 начнется с 18 февраля и продлится до 9 марта. То есть это тот самый каталог, который нам готовят много подарков. К 23 февраля и к 8 марта, конечно, особый акцент. Очень красивый каталог. Такие чудесные девушки ухоженные нас встречают. Итак, посмотрим, что же здесь классного в этом каталоге. И прям первая страница нас сразу балует. Новинками. Это новая помада Энергоблеск. 8 новых оттенков, правильно? Да, 8 новых оттенков. Энергоблеск – это та помада, которая отличается особым сиянием. Такое ощущение, что много-много-много искорок разноцветных у вас на губах. И они все переливаются. И особо красиво это выглядит, когда светит солнышко или искусственный свет. Помада просто великолепная. И у нее чудесный аромат. Можно, кстати, заказать пробники этой помады, чтобы прежде чем купить, попробовать ее. Далее у нас новинка. Новый аромат. Вернее, новая – это туалетная вода. Аромат восточно-цветочный, сладенький. Можно потереть страничку, можно заказать пробники на этот аромат. Что могу сказать? Очень приятный. Такой сладенький нотки. И фруктовый. То есть мне нравится, что здесь зеленая груша, ваниль. И легкие нотки цветочные. Аромат чудесный. И при этом на него чудесная цена. Специальная такая праздничная. Набор подарочный. Набор серег. Здесь у нас получается 7 пар. И все очень оригинально сделаны. И то, что мне особо понравилось, что есть и под золото, и даже под серебро. И со стразиками, и без. Очень стильные сережечки. Чудесный подарок для подруги, мамы или для себя. То есть такие элегантные, классные сережечки. Тут нас тоже встречают девушки. Так, обращайте внимание, что будет специальное предложение Wellness на внутрикомплекс для волос и ногтей. Обязательно посмотрим. Потому что для меня, например, это актуально. Так, тушь для ресничек. Это 5 в 1 XXL. У нее такая изогнутая, интересная кисточка. Но если сравнивать ее с тушью обычной 5 в 1, то та кисточка мне нравится больше. А тушь мне здесь очень понравилась по консистенции. У нее классный дизайн. То есть смотрите по кисточке, что вам больше подходит. Чем она отличается? Внутренние волоски, вот эти вот щетинки по краям, они более длинные, чем на старой версии этой же туши с такой кисточкой. Но там мне нравится больше. Зато здесь классная цена. Новые помады. Ну, не совсем новые. Они у нас уже несколько каталогов. Приходит помада вот в таких коробочках. Вот у меня новенькая прям помада под заказ. Я вам ее просто покажу. Здесь у нас оттенок будет 35168. Сейчас я вам ее найду, показать. Розовое дерево. То есть это оттенок розовое дерево. Вот такая помада. Красивый цвет. Он такой натуральный, естественный. Подходит практически любой девушке. То есть нейтральные помады это дневной вариант. Возможно, я себе тоже такую закажу. Помада мне очень понравилась. Я пробничек попробовала. Я всегда рекомендую, если есть возможность, заказывать сначала пробники. Особенно на ароматы. Чтобы вы уже понимали, что подходит вам этот аромат или нет. В этой помаде очень разнообразная гамма оттенков. И можно подобрать на любой вкус. Конечно, глаза разбегаются. Но я уверена, что вы сделаете свой выбор. И у помады хорошая цена. А в этом каталоге скидка 50%. Дальше. Двигаемся дальше. Такой тональной основы у меня нет, чтобы вам показать. Это ультрастойкая основа. Она очень популярная, кстати, среди моих клиентов. Но я вам покажу кремовый хайлайтер. Это вот такой тюбик. Очень надолго хватит его. Потому что я пользовалась им, по-моему, с лета, как только он появился. Что такое хайлайтер? Это такой кремовый блеск сияния. Где-нибудь сейчас вам покажу. Здесь. То есть мы его наносим на специальные места. На кожу лица, на ключицу, на всякие ямочки. То есть это позволяет сделать кожу визуально более молодой, красивый, сияющий. То есть такой дорогой, красивый блеск. Я еще люблю наносить это на щечки, на переносицу, над верхней губой. То есть надо раскидывать так везде. И получается кожа такая вот нежная, сияющая. И что мне нравится в этом хайлайтере, это что у него розовое свечение. И оно действительно омолаживает. До этого у меня был хайлайтер с таким желтоватым оттенком из серии Giordani Gold. Но честно, мне он не нравился. То есть он какую-то желтизну лицу придает. И немножко мне некомфортно было. Практически не пользовалась. А этот просто моим стал любимчиком. Любой оттенок лака за 99 рублей. Здесь 5 мл. То есть лаки небольшие, что позволяет быстро их использовать. Они не успевают даже надоедать. Но обращу ваше внимание, например, такой оттенок, как шампанское. Он уйдет в первые минуты работы каталога. Поэтому сидите и жмите на кнопочки, когда только откроют сайт, чтобы сразу заказать. Так, здесь у нас идут ароматы. Про ароматы я не буду долго рассказывать. Только покажу некоторые, которые у меня сейчас есть в наличии. Потому что ароматы все-таки нужно подбирать очень индивидуально. Взять пробник, подегустировать его на этих зонах пульсовых. Хотя бы несколько дней, чтобы вы прочувствовали, нравится вам аромат или нет. Подойдет, не подойдет. Потому что некоторые ароматы могут вызывать головную боль, тошноту, какое-то, знаете, беспокойство. Поэтому аромат это очень тонкий такой инструмент, который позволяет нам поднять настроение, создать настроение у окружающих, произвести впечатление. То, которое вы хотите. Поэтому дегустируйте. Очень здорово. Обратите внимание, в каталоге есть такие вот специальные места, где мы можем потереть страничку. И хотя бы какие-то нотки аромата мы уже поймем. Но все-таки нужно взять сначала пробник. Так, это мой любимчик. Даже не мой, наверное, а Мишин любимчик. Хэппи Дизяк. У меня третий флакон уже. И мы его постоянно перезаказываем, потому что Миша его очень любит. И мне он нравится, потому что здесь клубника, здесь такие фруктовые вкусные нотки. Груша, египетский жасмин. То есть, это настолько вкусный, дерзкий, такой сексуальный, девичий аромат. И его хочется вдыхать и вдыхать. И флакон просто бесподобно красивый. Посмотрите, как его можно ставить. Так, можно поставить как треугольник. Вот так вот завернуть к себе чудо. Вот этот аромат прям клевый. Далее. Дивайн. Такого у меня нет аромата. Он мне не подходит, этот аромат. Зато Экла Мон Парфан. Правда, он у меня без бантика. Бантик куда-то у меня слетел. Я его забыла сюда опять закрепить. Вот этот аромат мне тоже нравится. Он такой цветочно-зеленый. И мне все время говорят комплименты, когда я с ним хожу. Было даже пару случаев, когда ко мне на улице подходили женщины и спрашивали, чем от меня так вкусно пахнет, чтобы потом себе приобрести. Поэтому аромат очень клевый. Он стойкий. И он женственный. И очень такой динамичный. Я люблю этот аромат. Хотя сначала, когда я из пробника понюхала, мне показалось, что он какой-то стандартный, похожий на аромат из Ильдеботе. И я как-то не сначала, ну не была в восторге. А сейчас, когда я его распробовала, мне он очень нравится. Почему-то у меня, кстати, поменялся вкус. И если изначально к аромату позе The Secret у меня было прям вот, фу, нет. Сейчас я его просто хочу. И скорее всего я его закажу. Просто что-то неожиданное. Я всегда говорю, вкусы меняются, поэтому не бойтесь пробовать новое. Возможно, если что-то вам было невкусное или не нравился запах, то со временем вы поменялись. У вас изменилось, как это называется, восприятие аромата. И вы сейчас на него посмотрите совсем другими глазами. Тоже прикольный аромат субъекта натур. Ага, серия Эля. Есть у меня кое-что из этой серии. Сейчас пользуюсь шампунем. Великолепный, роскошный просто. Начиная от дизайна, от аромата. Тот аромат, который остается на волосах и долгое время держится. И качество шампуня. Я от него просто без ума. Он не из дешевых у нас получается. Но в этом каталоге очень хорошая скидка. Поэтому повторю еще раз. Очень мне нравится все в этой серии. И сейчас еще есть масло. Масло есть всегда. Все члены семьи им пользуются, кроме кошки и собаки. Миша бороду укладывает этим маслом. Это масло с дозатором. Как и здесь на картинке. Еще есть серия Элео масло спрей. Но именно сейчас мне больше нравится это масло. Потому что оно более густое и лучше питает волосы. И когда волосы у кого-то сухие, ломкие. То это масло как палочка-выручалочка. А какой аромат. Это просто волшебство. Масло розы и органы переплетаются друг с другом. И это просто супер. Органовое масло издревле ценится как супер эффективное восстанавливающее средство для волос. И также здесь еще есть масочка в этой серии. Очень красиво. Когда я первый раз смотрела каталог номер 3. Честно, у меня было шоковое состояние. В легкую. Потому что столько шикарных новых аксессуаров. Очень хочется быстрее всего увидеть. Надеюсь получится отснять отдельное видео. Прямо вживую с аксессуарами. Начиная с шарфика. Который здесь на этой страничке. Коралловой сумочкой. И двигаемся дальше. Шарф просто бесподобен. Такое переплетение цветов. От кораллового, оранжевого до фиолетового, синие. То есть такие цвета просто восхитительные. Так. На этой страничке антивозрастная основа эликсир. Не брала. Не знаю. Никаких своих личных ощущений не могу сказать. Но по отзывам. Получается, что если нанести под тональную основу. То кожа выглядит значительно моложе. Она сияющая. У нее как будто подсветка изнутри. То есть специальные частички позволяют выглядеть с кожей более молодой и красивой. Помады. Обнаружила, что именно из этой серии у меня нет ни одной помады. Я сначала схватила вот этот флакончик. Но потом по коду посмотрела и поняла, что здесь другая упаковка. То есть если вы видите. Но я просто вам хочу показать, что вот этой помаде уже достаточно много времени. Она у меня. То есть в косметичке. Я хочу показать качество футляра. То что оно не теряет свою вот эту красоту. Дерзость. Яркость. Да. Такой блеск. За что я люблю серию Giordani. За роскошную упаковку и богатую начинку. То есть начинка помады тоже очень классная. Люблю эти помады. И всем рекомендую. Потому что они ухаживают за губами. И великолепно лежат в течение дня. Так. А тут нам будет задачка открыть несколько помад. Сейчас сразу приготовлю. Потому что в этом каталоге... Ага. Сразу нашла. Есть у меня помады из серии матовых. Чайная роза. Такой вот классный оттенок. Буду показывать здесь. Супер натуральные матовые губы. Сейчас немножко блеска. Но она впитывается и становится такой матовый шик. Обожаю эту помаду. Чуть ниже мы видим матовые помады с эффектом металлик. Тоже есть у меня несколько оттенков. Сейчас покажу розовый оттенок. Это получается холодная роза помады. Так. Далеко не буду убирать. У меня есть сияющий нюд. Ее просто обожаю. Сейчас практически постоянно крашиваю сияющим нюдом. Мне очень подошел этот цвет и под цвет волос. И у меня есть трубиновое мерцание. Вот сюда. Ну это конечно прям вечерний вариант. Праздник-праздник. Нужно и наряд соответствующий. Такой классический черный подойдет цвет классный. Шикарный цвет. Мне они все очень понравились. Поэтому я сразу купила себе три помады. И очень ими довольна. И в этом каталоге у нас представлен карандаш для губ. Серия Giordani Gold Gardenia. И я вам могу сказать, что мне этот карандаш не нравится. Он на губах. Вот на руке он хорошо лежит. Тем более у меня руки смазаны кремом. Цвет классный. Вот цвет действительно классный. Он более такой нюдовый. Нет в нем рыжих подтонов. На губах хорошо. Но твердоватый. То есть он на руке хорошо скользит. А по губам немножко сложно. Поэтому лучше его наносить по праймеру. То есть если у вас есть праймер для губ. А потом уже сверху наносить карандаш. И чем он удобен, карандаш. То есть здесь есть кисточка. И можно потом растушевать. Или контур сам потушевать. Или уже нанеся сверху помаду. Или наносить прям помаду кисточкой. Это очень удобно. Потому что кисть всегда под рукой. Вот. Карандаш дальше. Так, что из этой серии. Есть подводка гелевая. Да, она у меня есть. Она вот такой вот баночки. Но мне ей не очень удобно пользоваться. И она у меня в общем-то практически стоит, сохнет. Хотя иногда бывает. У меня есть время с ней повозиться. Кисточкой нанести. Лежит она очень хорошо. Хороший черный пигмент. Классно наносится. Нужно просто туда привить немножко ловкости рук. Кисточку хорошую взять нашу. Кстати, наши кисти шикарно подходят. Особенно с изгибом под эту гель-подводку. Подводка классная. Но не очень удобная. В плане, что по времени нужно с ней повозиться. Так, что еще? Будет новинка. Новая тушь с эффектом подводки. Честно, жду с нетерпением. Прочитала про нее информацию. Очень хочу попробовать. Это что-то невероятное. Я такого еще не слышала, что была металлическая щетка. Хочется быстрее посмотреть, как это будет на ресничках. Так что ждем нового обзора уже совсем скоро. Продолжение. Это у нас тоже тушь термо. Смываемая. Такой красной, яркой, дерзкой упаковки. Обратите внимание, у нее такая малюсенькая кисточка. Но, тем не менее, она очень хорошо прокрашивает реснички. Загибает их, поднимает, утолщает. То есть делает всякие няшки, вкусняшки, чтобы реснички были классные. Но самая крутая фишка в этой туши, то что она смывается просто теплой водой. Она даже не смывается, она снимается такими ошметочками, как лохматками. Как паучьи лапки, да, так сняли. И кожа идеально чистая. То есть не надо умываться. Если вы красите только одни реснички, то вы просто снимаете аккуратненько пальчиками тушь с ресничек. И реснички чистенькие. Очень много вопросов задают по мультифункциональной туши для ресниц. Да, она классная. Она очень оригинально сделана. То есть у нее щетинка проходит двойную такую стадию. Щеточка. Мы можем вынуть ее либо через нижнее отверстие, либо через верхнее. Когда мы вынимаем через верхнее, то с кисточки снимается тушь, и она более такая легкая. Когда мы вынимаем из нижнего отверстия, то больше туши на кисти. То есть тушь ложится более густо, лохматенько. И отзывы про эту тушь самые замечательные. Тоже себе брала пару раз. Но все-таки мне больше нравится тушь 5 в 1, поэтому я к ней все время возвращаюсь и возвращаюсь. Так, на этой страничке очень хвалят карандаш для бровей, но я лично не пробовала. Никогда не брала вот это средство для теней. Я не понимаю, как ими пользоваться, и поэтому не беру. Но мне нравятся кремовые тени. Такие у меня были, жемчужные бежевые. Они очень мягкие, нежные. Такие прям приятно лежат на веках. Можно использовать как основу под макияж. Вот я именно так и пользовалась. Наносила жемчужные. Потом сверху какие-нибудь теплые оттенки шоколадные, там, рыжеватые. И получался очень классный макияж. И у нас в этом каталоге ультра-черный маркер подводка для глаз серии The One. Я его давно покупала, не выкидываю специально на упаковку, чтобы вам показывать. Смотрите, маркер. У него очень толстый кончик. И мне не понравилось, как он красит стрелки. Они получают слишком жирные. Он уже практически высох. Но если сравнивать с маркером с тонким кончиком, я его называю Лина, тоже из серии The One, то он в сто раз мне больше нравится. Например, этот я уже перезаказывать не буду. Я не люблю такие толстые стрелки. И им сложно управлять. А когда тонкий стержень, вот с ним очень круто. Поэтому здесь я, извините, не рекомендую. Это у нас самая лучшая точилка для карандашей, которую я когда-либо пробовала. Она двойная. Есть для тонких карандашей и для толстых. Это очень хорошего качества точилка. Много лет прослужит. И она классно именно точит карандаши. Не ломает, не делает какие-то там шершовочки. Вот, например, карандаш когда точишь, от плохих точилок бывают остаются заломы. И потом царапает глаз. Или может стружка упасть в глаз. У меня такое было несколько раз. Это очень неприятно. Смотрите, как чисто чистит, снимает вот эту стружку. Эта точилка просто идеальна. Просто, как с конвейера. Поэтому я точилку рекомендую всем. Я знаю, что все ее хвалят, очень любят. Так, что здесь? Вот, покажу тоже интересная штука. Это кисть, такая щёточки. Сменные щёточки для туши. Я брала такую вот жёлтую. Она у меня сейчас какой-то туши осталась. А сюда я вставила то, что мне кисточка не нравится. Я не люблю пушистые кисточки. Я люблю такие вот силиконовые. Ну, честное слово, это какое-то баловство было, например, для меня. Я один раз ей воспользовалась. И всё. Наверное, я ее даже выкинула. Уже нет той кисточки. Но, как говорится, да, может быть, для кого-то удобно. Разнообразие. Кстати, есть очень хорошая идея. Использовать этот флакончик для того, чтобы намешивать какие-то масла для ресничек, ухаживающие. И тоже люди этим пользуются. Поэтому главное, что вы знаете, как это выглядит. А вот сама по себе объемная тушь тоже хвалит. Ну, я опять говорю, я не люблю такие лохматые кисточки. Мне они не очень подходят. Так, что у нас здесь? Здесь, да, одна из моих любимых тональных основ. Аквабуст серии The One. И я вам ее покажу. У меня здесь оттеночек. Где кот? Уже кот стирается. 33-156. Это светлый бежевый. Естественно, я ее пользовалась летом. Очень классный тон. Очень клёвый. Сейчас немножечко вам покажу. Во-первых, то, что с дозатором мне нравится. Во-вторых, она такая вот легкая, тонкая. Но при этом она так хорошо выравнивает кожу. Я сегодня нанесла. Можно сравнить две руки. Конечно, желтый сейчас цвет для моей кожи. Я зимой очень беленько становлюсь. Еще и венки такие просвечивают. Легкая, нежная, классная основа. Я ее просто обожаю. И ее, чем мне нравится, у нее очень хорошие тона. То есть нету в оттенках рыжего, желтого такого. То есть они очень натуральные. И отлично подходят для именно дославянского типа кожи. Потому что у нас такая кожа в основном у всех вот беленькая. Такие цвета все вот у кожи оттенки естественные. Так, дальше консилер. Покажу тоже консилер. Я взяла себе светлый оттенок. Да, хороший. У него хорошая плотность. Давайте вот венку попробуем перекрыть. Капельку нанесла. То есть он неплохой прям консилер. Мне очень нравится цвет. Сейчас закрою. Очень удобная кисточка для нанесения. То есть вот нанесла. Пальчиком или кисточкой вбила. Все, перекрыла практически. Но он не настолько плотный. Если вы любите прям плотные консилеры, то он вам может быть не подойдет. Но в принципе мне он нравится. И он очень легкий. То есть под глазками убрать вот эти синячки и пигментацию. То есть оно прям вот очень хорошо. Так, далее. Праймер тоже покажу. У него он такой маленький тюбик. 30... А, 20 миллилитров. Здесь 20 миллилитров. Его хватает очень надолго. Для чего нужен праймер? Он визуально делает поры менее заметными. Сейчас я капельку выдавляю. То есть это просто вот крем прозрачный. Его наносишь и он исчезает. То есть он не дает никакого оттенка. Но вот заметьте, кожа прям шелковая. Вот сразу дотрангиваюсь. Такое шелковое касание. Классно ложится тон. И он идеально просто растекается. И он очень хорошо сужает поры, матирует. Макияж держится намного дольше, чем без праймера. И он помогает подчеркнуть, сделать кожу еще красивее. То есть она идет у нас под тон. Так, дальше. Помады такой у меня нет. Ага, покажу бальзамчик. Он у меня уже заканчивается. Би-би бальзам для губ. Мой любимый. И все, я его прям, вот видите, все домазываю. Последние, как это, остаточки. Кстати, на губах, если его нанести, он выглядит, дает легкий оттенок, как будто это блеск. При этом потрясающе классный уход. Губы мягенькие, красивые, такие шелковистые. У меня вот вообще нет проблем, как некоторые девочки пишут, что там кожа на губах шелушится, трескается. Девчонки, ну просто пользуйтесь вот би-би бальзамом. Да любыми бальзамчиками. Смягчающее средство можно взять. Потому что, например, би-би бальзам, он может быть дорогой, а смягчающее средство стоит копейки. И его может каждый себе позволить. И следующий продукт, это праймер для губ. Он такой выкручивающийся. Пользуюсь я им нечасто. Как он выглядит? Ну никак. Вот просто он беленький. Видите, он делает кожу такую матовую. Все. Несколько раз он меня выручал. Когда матовая помада, если ей пользоваться подряд несколько дней, все-таки как-то немножко, все-таки дает сухость губам. И я наношу его иногда под матовые помады. И мне эффект нравится. Вообще тоже отзывы очень хорошие. Мне кажется, у кого губы склонны к сухости, то чтобы помада лучше лежала, нужно использовать праймер. Тогда он вам будет прям на пользу и вы будете с восторгом на него смотреть. Так, что здесь? Есть интересное средство. Базовое покрытие пленка. Вот так он выглядит. Под лак. То есть мы наносим пленку. Она подсыхает. Сверху наносим слой лака. Потом закрепитель. И потом лак нужно не стирать специальным средством, а просто подковыривая маленький, да, вот где-то сбоку, просто снять. Лучше это делать в душе или размочив, немножечко дать ноготкам отмякнуть. Что я заметила? Очень удобно. Действительно, лак держится дольше. Буквально на 3-4 дня можно там проходить дольше с этим лаком, очень быстро снимать и перекрашивать. То есть просто прелесть. Но, есть но, который меня останавливает. Ногти стали плохого качества. То есть они стали как бы белесые такие и шершавые. И я понимаю, что это, конечно, вещь очень удобная. И многие люди делают покрытие гель-лаком. И тоже это портит ногти. И намного серьезнее портит. Но все равно люди это делают. Но, да, я как бы высказываю свое мнение. Поначалу я была в диком восторге. Но, наверное, месяца через 2 я увидела, что ногти испортились. И как бы желание часто пользоваться пропало. Поэтому я им пользуюсь сейчас изредка, когда вот понимаю, что некогда будет особо с ними возиться с ногтями или надоедать. Потому что мне больше всего не нравится маникюр. Это то, что нужно все время снимать этими средствами, мыть руки. Ой, ну вот это я не очень люблю. Так, здесь я вам ничего не расскажу, потому что не брала эти продукты. Про кисточки Арифлейм скажу, что все кисти удивительного качества. Они просто шикарные. Они всегда служат долго, очень хорошего качества, легко стираются. Много-много-много стирок переживают. Потому что я делаю много мейков разным девушкам. После каждого макияжа я кисти стираю, тщательно стираю. И поэтому могу сказать, что они просто супер. А, кстати, вот эта кисточка со злом у меня такая есть. Я ее как раз использую для этой подводки гелевой. Лучший, лучший вариант просто. Так, здесь у нас что-то все меленькое, не помню. Да, вот хотела обратить ваше внимание на эту палеточку теней. У меня она есть, это серия Very Me. И у меня как раз первый оттенок, скорее всего, он, да? Или не он? Нет. Нет, у меня нет. Кстати, они, наверное, обновили немножко коллекцию. Да, немножко обновлены. Но я просто хочу сказать, что по качеству я без ума от этих теней. Мне они очень нравятся. Лежат супер, тушуются. Никаких ошметков, комков. Вот идеальное нанесение. Я практически все время с этими тенями. Но мне не нравится дизайн. Настолько вот простенько. Вот аж обидно, как говорится. Ну, хочется достать красивую коробочку и наслаждаться не только качеством, но еще и как эстетическое удовольствие получать. Вот здесь вот, конечно, компания Минус. Маленький Минус. Хотелось бы видеть более красивый дизайн. И чтобы было качественно, чтобы не было таких вот потертостей. Как бы, да, вот, ну, не знаю. Мне кажется, надо делать лучше упаковку. Так, что дальше? Здесь я вам даже на этой страничке ничего не смогу показать. Потому что Color Box серия, она для молодых девушек в основном рекомендуется. Ну, можно, конечно, для любого возраста. Но я, опять же, повторяю, что я фанату такой вот красивой, классной упаковки. И я люблю просто, да, вот эту эстетику свою тоже наслаждать. Так, что здесь? Зато, ну, расскажу немножечко, что пробовала. Пробовала карандаш для губ. Для меня он жестковатый тоже. Все-таки я выбираю все время карандаши из серии The One, выкручивающиеся. Они вот с шикарного качества. Очень хвалят тушь, создают эффект суперобъемных ресниц. И ее надолго хватает. Очень надолго. И карандаш. Смотрите, всегда по объему. 7 грамм, 7 грамм. То есть карандашики маленькие. Не большие, как мы привыкли, например, в серии The One видеть. А здесь они такие малыши. Так, поехали дальше. Бижутерия. Я опять говорю, когда листала этот каталог, то просто это было что-то невероятное. Я думаю, как, что выбрать, что брать. Мне очень понравилось. Во-первых, вот эта оригинальная такая повязка ободок. И можно и на шею, на волосы, как украшение. Все такое стильное, воздушное, легкое. Знаете, мне очень понравилось, как подобраны образы. То есть показана модель. То есть мы можем уже просто пойти по готовому сценарию, приобрести себе блузку, брюки, например, или платье, которое вот в каталогах уже показано. Уже мы видим, как это все будет выглядеть в деле. Да, ну немножко расскажу, что мне очень понравились эти серьги. Такие хулиганские, лохматенькие, дерзкие. Очень понравилась сумка. Вот эта сумка-клатч, кошелек такой. Как его можно носить? То есть такие варианты и на талии можно и так положить, и просто как клатчик. И выглядит здорово за счет того, что беш с таким вот декором, теплого даже оттенка, выглядит стильно. Подходит под любой гардероб. То есть это такая вещь функциональная. Далее, очень понравилась сумочка. Как она прикольно выглядит. Сумка-мессенджер. То есть у нее универсальный размер. Она не огромная кошелка. Она не маленькая клатч. То есть хорошая будет, качественная сумочка. То есть по размерам можете посмотреть. Потому что эта сумка универсальная. Какие классные цвета. Какие отстрочки. Вот эти вот коралловые ремешочки. Надеюсь, я все это скоро вживую увижу и вам покажу. А вот это просто бомба. Вот эта сумка стиля боулинг. Какая у нее классная форма. Какая она оригинальна. Какой цвет необыкновенный. И, конечно, фишка это ремень, который мы можем, да, в ней заменить. Ну, отдельно заказать. И заменяем ремни. И это настолько красиво. Просто. Ну, невозможно глаза отторвать, конечно. Что делать? Очень понравились очки. Хочу померить. Если они мне подойдут, обязательно закажу. Потому что очень стильно выглядят. Мне нравится такая расцветка. И хочется очки, чтобы они были воздушные. А вот именно они дают такое вот ощущение воздуха. Классный комплект. Посмотрите, какой стильный комплект. Серьги и такая цепочка-подвеска. Подвеска. Здесь что-то так намудрено. Я не знаю, можно ли это как-то снимать, комбинировать с чем-то. Надо будет посмотреть. Да, тут трансформер. Да, можно сделать короткий подвесочку. Переснять сюда цепочку вот эту длинную убрать. Тоже очень интересно. Потрясающий шарф с кружевом. Да, такой тоже воздушный. Необыкновенный цвет. И сумочка. Круглая сумочка. Как она прикольно сделана. Как ее можно, да, по-разному носить. Тоже, ну, очень классная деталька для, чтобы обыграть свой гардероб, подчеркнуть его, привнести какую-то волшебность такую девичья. А здесь просто роскошные камешки. Такое чувство, что это просто необработанные. Такой вот кварц розовый. Вот это тоже очень крутош. Вот если сравнивать, например, здесь такая гладенькая, все обработанная. Как-то даже скучновато. И насколько красиво вот эти камешки смотрятся, как будто их вот просто добыли, да, только из земли достали, очистили, и мы уже в них. То есть настолько естество, какой-то природа в этом комплекте. Потрясающе. Вот мне все в нем нравится. Так, что еще? И это еще не все. Тоже интересный набор. Но для меня вот он тяжеловато смотрится. Как-то громоздко и массивно. Не хочется уже почему-то таких вещей. Хочется чего-то более такого легкого. Красивый такой шарф-накидка с бахромой. Очень интересная мягкая сумочка. Она, я так понимаю, три в одном. И еще ее можно как-то укладывать, как косметичку-клач. Честно, я не поняла еще, как ей пользоваться. Но я так поняла, что ее можно в разных вариантах носить. Посмотрим. Я думаю, будут у нас обзоры такие. Так, и еще бижутерия. Ну, это что-то такое простенькое. Более, наверное, для молодых девочек подойдет. Ну, миленько. Для лета, кстати. Вот эти коралловые оттенки. Они всегда красиво на солнце играют. И дополняют образ. Такой милость, нежность. Так, не будем здесь долго останавливаться. Потому что хочется все это видеть вживую. Так, не показала вам кисть. Но она у меня есть. И, кстати, мне она понравилась именно для нанесения тональной основы. То есть, тут написано для пудры румян. Но мне не понравилась. Очень плотный ворс. И румяна не тушуются. Все-таки хочется, чтобы кисточка была чуть воздушнее для пудры и румян. А для тона самое то, что нужно. Прикольные тоже всякие аксессуары. Всякие сережечки, шкатулочки. Вот. Такой аромат у меня тоже есть. Но я вам его не покажу. Забыла взять. Нестандартный, неординарный аромат. Это королевская белая лилия в составе. И он шлейфный. То есть, он очень такой аромат силы. Вот я такие ароматы называю аромат силы. Он очень стойкий. И он очень нестандартный. Если, посмотрите, если есть пробник, закажите заранее. Попробуйте его. Потому что такой аромат, он так на раз всем не пойдет. Его надо пробовать. Вот это вкусненькая водичка тоже. Цветочный аромат мягенький, нежный. Есть у меня роза. Ну, розы, они, во-первых, просто из одного флакона. Это чудо какое-то. Мне очень понравилось золотой аромат. И я люблю сейчас такие бархатные, сладкие ароматы, чтобы был персик в составе. И здесь как раз есть персик. То есть, мы снимаем этот бутончик. И у нас в цветке как раз это волшебная жидкость. Ой, очень вкусно пахнет. Давно не пользовалась. И надо поставить с краешка. У меня очень много ароматов. Очень стойкий. И это парфюмерная вода. Это не туалетная вода. Она стойкая. Она очень вкусная, сладенькая. То есть, и красивая. Рекомендую. Беленькую не брала. Не знаю. Даже, честное слово, как-то пробник пробовала. Не мое. Так, что здесь? Есть у меня такой вот вип-клаб. Вип-клаб красненький. Для тела. Прикольно пахнет. Но почему-то он у нас не расходуется. То ли из-за того, что очень много ароматов. И хочется все время что-то нанести более вкусное и стойкое. Но я думаю, что в лето мы его все-таки избрызгаем. Не буду ничего заказывать, чтобы немножечко запасы наши под иссякли. Вообще, очень удобные такие спреи. Так, здесь есть у меня вот этот Friends World for Her. Это женский аромат. Тоже фруктовые нотки. Здесь тоже есть персик. Мне он нравится. Вот по аромату можно судить. Вот смотрите, фруктовый флакон. Если у меня уже половина, да, аромат достаточно новый, он летом только вышел. Это значит, что он очень вкусный. Вот он мне нравится. Я однажды вышла с подругой встретиться, просто прогуляться недалеко около дома. И она мне говорит, я просто тебе хочу сказать, что всю нашу прогулку я наслаждаюсь твоим ароматом. Я как будто нахожусь в облаке чего-то сказочного, вкусного. Я не знаю по стойкости, честно, не замечала, что он там легко выветривается или что он мега стойкий. Мне он просто нравится. Я готова его просто донести еще дополнительно через какое-то время, чтобы освежить, да, сделать нотки ярче. Вот ароматом я довольна на 100%, несмотря на то, что он такой вот вроде бросенький. Кстати, такой тоже у меня есть аромат, но я сейчас его дала подруге попробовать, чтобы она с ним погуляла немножечко, то есть поняла, подходит ей этот запах или нет. Мне он нравится, то есть он древесный, фруктовый, он сладенький и он такой вот дерзкий, дерзкий, то есть он такой прям зажигательный, хорошенький. Такой я не брала аромат, поэтому ничего про него не скажу, но мне кажется вкусный. Тоже новенький аромат, парный для мальчиков и девочек, стильненько так в лакончике сделаны. Тоже себе не брала, брала пробники, аромат нравится, но решила пока повременить покупку ароматов, просто потому что их слишком много. Так, дальше. Вообще, конечно, всегда берите пробники, это моя рекомендация. О, крутой аромат Excite Force, мы Миша такой брали несколько раз и периодически будем к нему возвращаться, потому что он прям классненький такой. Glacier мы не брали никогда, даже не знаете ароматы. Вот этот мы обожаем, просто бомбический аромат, мужской хаппи-дизиак. Вот он у нас в любимчиках дома. Тоже классный аромат Giordani Gold. Так, мужское, все для мальчиков. Что же нам брать мальчикам? Ну, дезодоранты, это, конечно, как дополнение к подарку, а вот роскошный подарок, это уход за лицом на Вэйдж, который состоит из четырех этапов. Это очищение, такой, главное, не надавить, такой серый-серый темный гель для умывания. Миша им пользуется, у него такой расход маленький, кажется, он его не знаю, сколько не расходует. А там есть крем-сыворотка, не стала в флакон нести крема, то есть вот таких флаконах красивых, то есть это стекло, солидно так смотрится, и крем для глаз, здорово, что он сделан с таким вот. И крем для глаз, тоже мужчинам нужно за глазками ухаживать, он с таким шариком роликом, то есть это удобно, потому что мужчины, они очень плохо понимают, сколько нужно выдавить, тем более, что средство нужно прям капелюшечку, им, конечно, проще вот таким образом нанести средство. И для мужчин подсказки, номер один, номер два, номер три, то есть три кубика вот здесь нарисовано, и четвертый это крем. То есть точно разберутся. Так, и у нас вышла новиночка, тонизирующий гель для кожи вокруг глаз. Я такого не видела еще. Классно, тоже со скидочкой. То есть уберите своих мужчинок, надо баловать, чтобы они тоже у нас были красивые, ухоженные. Здесь у нас уже идет серия для бритья, шампуни, набор, можно такой, уже прям в коробочке придет наборчик. То, что тоже удобно в плане, то, что уже подарок оформлен, не нужно бегать искать пакетики и так далее. Здесь тоже все мужское. Стильные, кстати, такие часы оригинально сделаны. Такую мочалку, надо сказать, серую. Так, крем, кремовый дезодорант, антиперспирант. Вот, кстати, я не люблю кремовые, мне нравится шариковый дезодорант. Кто-то любит спреи. Ну, главное, что есть такое разнообразие, есть с чего выбрать. Для волос серия HairX у меня есть вот такой вот флакончик. Но, кстати, здесь немножко другой представлен. Просто вам хочу показать, что это такой большой флакон. Объем очень концентрированный шампунь. Классный. Это вот как раз розовенький увлажняющий шампунь. Это я себе уже заказала. Я довольна этой серией, потому что она действительно такая уходовая, восстанавливающая и напитывает волосы. Делает их роскошными. У меня парикмахер, моя, все время удивляется. Какие у меня классные волосы, что они так быстро растут, такие ухоженные. Так, на этой страничке мои любимые сыворотки. Тоже никуда без этих сывороток. Я их наношу на кончики. То есть, когда кончики на волосах сухие, их нужно увлажнять, чтобы они не топорщились и лежали красивенько, аккуратненько. То есть, ну, буквально 2-3 нажатия. Сейчас не буду жать, потому что я потом буду вся в этой сыворотке. Я растираю на пальчиках. И прямо на кончике я снимаю эту сыворотку. Не надо тереть волосы. Аккуратненько. То есть, волос у нас такой хрупкий, что его легко повредить. Поэтому нужно за волосами ухаживать тщательно. Масочку покажу. Вот у меня есть восстанавливающая маска для волос. Классная маска. Вот, кстати, недавно эксперимент делали. Мне подруга расхвалила какую-то маску. Она покупает в салоне для профессиональных салонов красоты. То есть, у нас есть специальные такие специализированные магазины. И она покупает себе маску. Значит, наложила мне в отдельную баночку, чтобы я дома попробовала. И убеждала меня, что лучше этой маски нет на свете. Я попробовала. Но я после нее даже не смогла расчесать волосы. Я чуть не плакала. Я раздирала их. Они все перепутались. И я маске сказала минус 100. Вообще просто. Я не знаю, почему. Ну, у нее короткие волосы. Так, прям короткая коре. Может быть, поэтому ей кажется, что маска хорошая. А вот с этой маской у меня волосы очень послушные. Они хорошо расчесываются. И качество волос хорошее. То есть, после такого стресса, который я сейчас пережила с волосами, они пережили несколько смывок подряд. Потом окрашивание. И они у меня прям тьфу-тьфу-тьфу в хорошей форме. И еще тоже буду хвалить, потому что нравится. Нравится. Сиси-крем для волос. Он просто у него столько всяких плюсиков, фишечек. То есть, он смягчает, ухаживает, статику снимает. Волосы легче расчесываются. При горячей укладке он дает термо-защиту. То есть, вот просто потрясающе. Еще и ускоряет сушку волос. То есть, я вот его люблю. И он сделан кремом, хоть с распылителем. Но если я его сейчас брызну, то здесь будет прям крем лежать. То есть, он не жидкий, а такой густенький. И я ему тоже с удовольствием на волосы наношу обильно. Не экономлю. Дошли до раздела расчесок. Я вам несколько покажу. Кстати, вот такую не взяла. Хотя у меня тоже есть хорошая расчесочка. Очень нравится расческа для начеса. То есть, эта щеточка очень удобная. О, нет, волосы немножко. Вот эти длинные ящетинки и вот эти начесывающие. О, обалденная вещь. Не знаю, я ничего лучше для начесов не встречала. То есть, есть еще такие тонкие расчесочки тоже. Нет, они так не работают. А вот это классная просто бомба. Потом здесь у нас есть такой вот инструмент для очистки. Вот такая маленькая штучка дерзкая. Вроде бы такой малыш-малыш. И я специально вот оставила расческу. То есть, я сняла с нее волосы. Вот сколько смогла. Вот еще чуть-чуть. Сейчас сниму. Будет помыть расческу. Специально оставила вам, чтобы показать, как он работает. То есть, я беру вот так вот. И им просто вот вычищаю все, что там. То, что я не смогла снять руками, я вычищаю вот этим вот маленьким волшебником. То есть, кажется, там уже ничего не было. Вот какой пучок волос. Кошмар. Поэтому я ни капельки не жалею. Хотя сначала не планировала его брать. Что я его купила. Я очень довольна. Потому что у меня теперь все расчесочки все время вычищены. И мне нравится такой хороший классный инструмент. Так что рекомендую. Так, с этой странички у меня ничего нет. Мне не нравится аромат вот этой серии. Он мне просто не подходит. Зато у меня есть спрей для сна. И он волшебник. Он действительно справляется с своей задачей. Он помогает быстрее расслабиться и смотреть сладенькие сны. Он работает. Я проверила на себе. Потому что я, например, не могу так легко лечь и отключиться. У меня все время в голове какие-то мысли. Я все думаю, все планирую, все вспоминаю, чем не забыть. Анализирую день. Вот с ним, вот видите, я им пользуюсь. То есть он у меня новенький достаточно. А уже много использовала. Мне очень нравится. Поэтому, кстати, классная рекомендация. У кого дети плохо спят, плохо засыпают, возьмите им пару пшиков. Сделайте в зону, где они будут спать. Так, на этой страничке у нас шикарное предложение для тела. Это пена для ванной. Надеюсь, каталог хорошо видно. Огромная. 750 миллилитров. Вот такой вот классный флакон. Видно вам? Не знаю, видно. Я ее испытывала. Даже есть видео на канале. Такое спонтанное видео. Как я взбиваю пену. Потому что пену надо еще уметь применить. Некоторые ее просто льют под струю воды. Кстати, так написано в рекомендациях. Во многих просто налейте под струю воды. Вот вы знаете, если вы хотите действительно роскошную пену, чтобы она стояла прям бугром, сугробом таким над ванной, чтобы полежать побалдеть в ней, долго она будет стоять. Взбивайте сразу, как только пустили струю воды. Наливайте этой пены и быстро ручками вот так бултыхаете, 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 как крошка енот, чтобы у вас пена прям поднялась. И тогда будет классный эффект. Так, здесь расслабляющее средство. Вот, пользуемся немножко, где видно, что использовали. Очень нравится. Мне нравится аромат новой серии. Мне нравится ее дизайн. Ну, конечно, это средство надолго. Им быстро так не зарасходуешь его. Так, что еще у меня есть? Так, здесь у нас увлажняющее масло для тела. Шведский спа-салон. Вот это у нас очень быстро кончилось. Вот прям капелька осталась. И в основном пользуется дочка. Я даже не успела на него посмотреть, как он уже закончился. Вообще классное масло. Супер просто для тела. Так, далее средство. Пенящиеся для душа. Вот, тоже есть такое средство. Но я не очень часто пользуюсь. То забываю про него. Но оно такое прикольное. То есть вот это масло наносишь на влажную кожу. И оно прям такой пеночкой становится беленькой. Пенится. Кожа, конечно, мягенькая. Вот сегодня решила тоже принять ванную. И буду все эти штучки сегодня дегустировать. Так, дальше. Расслабляющее массажное масло я такое не брала. Зато брала с авокадо. И тоже я им очень довольна. И для маникюра его использую. Классное масло. Такой небольшой флакончик, но очень удобное. И авокадо оно классно для тела. Его и кушать полезно. И на коже тоже полезно. Кстати, расскажу про масло для сухих волос. Про масло еще для волос хочу рассказать в двух словах. Что его нужно наносить, прежде чем наносить его на волосы, его нужно согреть. То есть налить в стакан горячей прям воды, погрузить маслице в него. И потом нанести уже на помытые волосы на 15 минут. Можно меньше, 5-15 минут подержать и потом смыть шампунем. Оно тоже классно напитывает волосы. Такая оригинальная штука. Так, что здесь у нас? Зубная паста. Это травяной комплекс «Моя любовь». Вот из всех паст я его выбираю. Мне очень нравится. Хорошая паста. Классный эффект. Зубки чистые, блестят, сияют. И десны ухоженные. Вообще мне очень все нравится. И обязательно деткам заказывайте зубную пасту. Рифнейм, она одобрена шведскими стоматологами. Так, что еще? На этой страничке у нас мини-маус серия. Я вам покажу этот бальзамчик для губ. Уже открыла заранее. С мышонком, с бантиком. У меня, кстати, такая интересная форма, как я крашу губы. То есть я просто... Интересно очень стачивается эта помадка у меня. Классно пахнет клубничкой. Очень хорошие губки. Приятно на губах лежит. Я себе в прошлый раз, когда она тоже была по акции заказала, у меня еще 4 новеньких лежат. И я их спрятала. Говорю, я их никому не продам. Потому что я думала, что их больше не будет. Они опять есть. Вот такие чудеса. Классная, уютная серия таких вот светлых оттенков, геля. Но это вы все сами посмотрите. Так, что здесь? Вот, целый раздел щеток всяких для ног, для рук, для тела. Щетка гигантелла. Вот такая вот классная, большая, для тела. Я ее просто обожаю. Всем рекомендую. Вот этой стороной я не пользуюсь. Тут такие пупыльки для массажа. Но нет, никакого массажа я не получаю от нее. Мне, в общем-то, не надо. А вот эта стороной просто обалдячинская. Посмотрите, такая упругая, вроде бы жесткая. Но под теплой водой она становится чуть мягче. И она шикарно можно достать до любых участков тела. Спина, попка, все ножки промассируют. Конечно, на нее я наношу просто гель. И потом начинаю активненько ей работать по телу. Кожа, конечно, супер. Шикарная шлифовальная пилка для ног. Шикарная щетка для ногтей. Я тоже вам ее покажу. Ей, наверное, года два. Смотрите, какое качество. Главное, ее класть в такое место, где она может просохнуть. Потому что основа деревянная. Если вы ее бросите в воде, она раскиснет. Вот тут вот где-то чуть-чуть, видите, коррозия пошла. Но это все ерунда на самом деле. Учитывая, сколько я ей пользуюсь. А я регулярно сама делаю маникюр, педикюр. И она так долго служит. Очень классная вещь. Такая же жесткая, клевая. После любых хозяйственных работ всегда отмоете ручки легко. Так, здесь класс. Кстати, очень хвалили вот этот крем олива. Очень хвалили. А мне понравился Арника. Брала в прошлом каталоге. Тоже чудесный крем. Так, средства для интимной гигиены. В каждый дом обязательно. Вот мое любимое. Но оно такое дорогое. Ну, сейчас, кстати, я им пользуюсь. Обожаю это средство. Оно лучше всех наших интимов. Так, про серию Wellness не буду рассказывать. Это у меня займет целый день. Посмотрите отдельное прям видео на канале YouTube. Про Wellness, чтобы знать, насколько это полезный, нужный, просто необходимый продукт для каждого. Мне интересно, где скидка. Ага, так, смотрим. Сделай заказ на 500 рублей в этом каталоге. Делай заказ на 500 рублей в следующем. И получи возможность приобрести в следующем каталоге нутрикомплекс для волос и ногтей и мультивитамины, минералы для мужчин и женщин со скидкой 40%. Потрясающе. Вот я как раз и возьму. Потому что у меня комплекс закончился. А я хочу его продолжить пить. О, роскошная серия Королевский бархат. Было время, я этой серией пользовалась. Но сейчас я беру себе Novage Optimal серия обновилась. Обратите внимание, что флакончики стали по 150 мл. То есть это небольшие такие, наверное, вот такого объема. А, здесь 100, побольше, значит, чем такие, но поменьше, чем были. Так, также тоник. Новенький весь дизайн. Очень красиво. Прямо так миленько. Увлажняющий дневной крем. Есть у меня мицеллярная вода. Очень классная мицеллярка. То есть у нас прямо она уходит одна с другой, но в основном пользуется дочкой. Ей очень нравится. Мицеллярную воду обязательно нужно смывать, когда вы ей воспользовались. Не оставляйте ее, не ополоснув водой. Так, средство для лица. А где оно? Вот, я тоже взяла вам показать. Это аппарат Skin Pro Sonic 3 в 1. В такой подставочке. Это массажная, моя любимая. А еще есть две насадочки. Это для геля умываться. А это скрабирующая насадочка. То есть тоже по гелю. Сверху у нее вот эти вот такие прикольные силиконовые пальчики. Маленькие, 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 такие хорошенькие. Вот, я им пользуюсь. Мне очень-очень нравится. Моя любимая насадка массажная. Я наношу крем. Особенно на ночь люблю. Крем ночной. Вне сыворотка у меня там и так далее. Сейчас расскажу, что еще наношу. И сверху массажиком этим помогаю крему глубже проникнуть. Кожа усиливается, кровообращение. Кожа такая становится румяненькая, нежненькая. Просто восторг. Вот такой я вам аппарат рекомендую иметь всем. Девочкам и мальчикам. И смотрите, он не дешевый. Но если вы в премьер-клубе, вы можете его заказать со скидкой 50%. И он вам выйдет просто за копейки. Я так и сделала. Так, у нас обновления какие-то в серии на Вэйдж. Улучшенные результаты у нас. Серия обновилась. То есть уже не ярко-зеленый цвет, а такой приглушенный. Это серия Экологен. А я вам буду показывать. Вот, я пользуюсь. Экологен у меня сейчас сборный. Это очищающее средство. Гель-тоник. Он одинаковый во всех сериях. От него я просто пищу. Вот за это прям отдельное спасибо компании Reflame. Ученым. Мне очень нравится. Сейчас, подождите. По порядку. Так, дневной крем. Экологен у меня сейчас. Потом для глаз. Для глаз тоже экологен. Это мой любимый. Я все кремы перепробовала. И вот этот с металлическим шариком. Крем мне нравится больше всех. То есть он дает, ну, по крайней мере, для меня самый лучший результат. Какой только может быть. Так, двигаемся дальше. Здесь всякие серии. Так, ночной крем. Где у меня прячется? У меня сейчас Ultimate Lift. Я заказала. Он такой прикольный, кстати. У него нежно-сиреневый цвет. Я не знаю, может быть, это от самой упаковки такой цвет красивый. Ну, вообще, крем обалденный. Готовлюсь к лету. Так, сыворотка у меня тоже. Сейчас Ultimate Lift. Тут прям новенькую открыла недавно. Тоже суперская сыворотка. Так, и есть у меня некоторые дополнительные средства. Например, ночная маска. Очень интенсивная. Очень крутая маска. Она за ночь такое чудо с кожей вытворяет, что утром встаешь. Румяненькая, ровненькая, нежненькая. Просто класс. Так, дальше. У меня есть еще кое-что. Так, такого крема я не брала. Зато у меня есть вот эта увлажняющая эссенция, от которой я просто без ума. Это такое чувство, что я кожу напоила водой до... Как это говорится? Ну, по максимуму. Кожа просто балдеет. У меня уже тут чуть-чуть осталось. Я его сначала не заказала, а когда потом заказала, думаю, почему сразу не взяла? Это потрясная штука для лица. Потому что для лица все время не хватает увлажнения. Особенно зимой. Очень хочу попробовать интенсивный антивозрастной крем для рук. Меня ни капельки не смущает цена. Я считаю, что для новейджа это очень даже дешево. Какой объем? 50 миллилитров. Окей. Так. Здесь вот все, кстати, расписано. Какой вы эффект хотите, какая у вас проблема. И что вы получите. Серия Эко Бьюти. На 95% натуральная. Вот у меня есть молочко из этой серии. Просто хочу показать вам, как красиво сделаны баночки. И на каждой баночке отдельно разные растения. Разный состав. Это настолько красиво и суперски сделано. Серия прям классная. Тоже брала ее всю. Так, двигаемся дальше. Моя любимая серия с лимоном. Кстати, была такая же с жасмином. Почему-то ее сняли с продажи. А с лимоном есть. И мне она нравится очень-очень. Это очень вкусно. Это очень красивый флакон. Это очень крутой эффект. Когда купаешься с этим средством, то кожа просто как будто такая тонизируется. Такая упругая становится. А лосьон просто бомбический. Кстати, тоже у меня есть такой лосьон. Забыла взять. Так. И эта серия у меня тоже сейчас есть. Потому что она недавно была новинкой. Я взяла, попробовала. Но все-таки для меня выигрыш. Более такой привлекательный вариант. Это с лимоном Эвергеной. Кремы для тела. Класс. Со скидкой 45%. Это такая большая банка. Вкуснятины. Вкусняшки под аромат. То есть, если вы, например, выбрали себе Giordani Gold & Senza в любимочке, то вот вам, пожалуйста, дополнительный крем, который усилит аромат. И он будет еще более вкусно и долго держаться на коже. Здесь у нас средства для ног. В основном это кремы. Для ног питательные. Вкуснятинки мыла. И у меня есть такой лосьончик. Я вам хочу показать. Это кокосовая вода и дыня. Какой он клевый. Сейчас вот сюда нанесу. У меня третий флакон уже. Уже половинка здесь. Я его очень люблю. Мне нравится консистенция. То, что он такой легенький. Быстро наносит и распределяется на всю кожу. Легко впитывается. То есть нанесла и можно плюхаться спать. Пижамку натянула. Что мне особенно нравится, это аромат. Я не знаю, когда он мне надоест или нет. Это такая вкуснятина. Просто хочется съесть. Мне одно время очень нравилась малина, но надоело. А сейчас вот у меня кокосовая вода и дыня. Тут у нас все для душа. Вкусняшки. Кстати, тоже такой же гель. Обалденный, вкусненький. А здесь все для волос. Я, кстати, очень люблю с кокосом. Эту серию. Она хороша. Пшеница и кокос очень хорошо для сухих волос подходит. Прям питает, восстанавливает. И рекомендую такую расчесочку. У меня тоже она есть. Деревянная расческа. Удобно в сумочке носить. Такая прям вау. Классная. Так. Это все для более молодой кожи. Уходовая продукция для лица. Кремы. И здесь у нас тоники для лица разные. То есть подбирайтесь в серию на любой вкус. Это масочки. Такие чудесные. Вот у меня такая маска в наборе пришла. Сейчас покажу, как она выглядит. То есть как будто бы это у нас какой-то джем. Джем вареница лежит. То есть маску нужно использовать за один раз. То есть наносим толстеньким слоем. Не экономим на все лицо и шею. И потом через 10 минут смываем. И получаем классную, красивую, напитанную, благодарную кожу. Если вы хотите сделать такой недорогой, приятный подарочек на 8 марта, например. То очень классный вариант именно такая масочка. Выбрать какую-то на любой вкус или разную. И сделать такой прикольный подарочек. Уже в коробочке все так красиво. Здесь у нас роскошные наши смягчающие средства с розовым маслом и с ароматом черной смородины. У меня вот сейчас с миндалем я просто хочу показать вам, что это не будут такие огромные банки, как здесь на картинке. Это маленькие по 15 мл средства специальные смягчающие для губ, для локтей. Даже для глаз можно носить на кожу вокруг глаз. То есть все, что сохнет, все, что нужно смягчить, пяточки, коленочки. Пожалуйста, вот вам палочка-выручалочка. Просто чудесное средство. Так, дальше. О, как классно. Я, кстати, когда увидела, что вышли новенькие ароматы в таких маленьких дизайнах, я говорю, компания услышала мои молитвы. Я всегда говорю, как было бы здорово, если бы каждому аромату шел маленький. Потому что я не успеваю избрызгивать целый флакон. Выходят все новые и новые ароматы. Для меня было бы, как вариант, это брать маленькую упаковку. А это один из моих любимых ароматов. Love Potion Secrets. Я его обязательно себе закажу. Так, дальше. Это тоже шикарный подарок. Здесь у нас роскошные новинки для рук. Нежный крем. И крем-гель для душа. Кусочек мыла. Смотрите, как все красиво сделано. Все это стоит так вот недешево. Да, там 139 рублей крем-гель, мыло 69, отдельный крем 89. Но мы с вами можем заказать целый набор, который содержит крем для рук и мыло. А, только крем для рук и мыло. Но все равно 139 рублей. Это выгоднее, чем по отдельности. Ну, вот так вот будет у вас классный подарочек. Здесь у нас яркий подарок в оригинальной упаковке. Это плессированный платок. Как мороженое. Так сделано красиво. Все уложено. Классный подарок. Себе или кому-то. И, кстати, очень красиво. И на последней страничке завершает просто бомбическое предложение. Это антивозрастная тональная основа Giordani Go всего за 399 рублей. Я думаю, будет огромный ажиотаж, потому что это одна из лучших наших тональных основ. И обязательно возьмите, попробуйте эту кисточку. Вот я пробовала носить тональные основы разными средствами. Пальчиками, спонжиками, губками, блендерами, всем чем угодно. И я решила, что кисть это лучшее просто. Именно вот такая должна быть кисть. Она бивная, с коротким ворсом, плотным. Тогда она нереально круто распределяет тон по лицу. И как будто кожу прям выглаживает, полирует и ничего лишнего. Так, надеюсь, я вам все рассказала и вам было полезно это видео. Если есть вопросы в комментариях, с удовольствием будем общаться. Пишите, я всегда отвечаю. Может быть, не быстро, но я всегда отвечу. Если видео полезное, ставьте лайк. И до новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. Вкусных покупок вам. GoPro Stop Video. Субтитры сделал DimaTorzok